Песня «Помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй» Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Богиня Из творения свидетеля Анна Златоуста Отрывок из беседы на толкование Второе послание к Коринфянам Обличаемые, как должны себя вести? Они должны плакать и рыдать Также искать себе наставников Также любить их более, нежели отцов Потому что отцы дают нам только жизнь А наставники – жизнь добродетельную Так должно сносить отеческие наказания Так вместе с предстоятелями Должно соболезновать о согрешающих Потому что не от них одних все зависит, но и от вас В самом деле, если согрешивший видит, что отец обличает, а братья потворствуют То становится еще нерадивее Напротив, когда отец укоряет Гневайся с ним и ты Или как заботящийся о брате Или как негодующийся отцом Но только показывай великую заботу и сожаление о том, что он наказан Но о том, что согрешил Если же я буду созидать, а ты станешь разорять То что приобретем, кроме трудов? Мало того, этим не ограничится для тебя вред Но ты навлечешь на себя еще и наказание Тот, кто препятствует уврачевать рану Заслуживает не только меньшее наказание С нанесшим ее Но еще и большее Потому что нанести рану И препятствует ее уврачеванию Ни одной тоже Последнее непременно причиняет смерть А первое не совсем Говорю же это вам для того, чтобы и вы негодовали вместе Своими начальниками на тех На кого они справедливо негодуют Чтобы, видя наказываемого Все вы отвращались от него еще более Чем сам наставник Пусть погрешивший боится вас больше Нежели начальников Если он будет бояться одного только учителя То скоро опять согрешит А если будет опасаться стольких глаз И стольких уст То сделается гораздо осторожнее И как не исполняя этого Подвергнемся крайнему наказанию Так исполняя Будем участвовать в плодах исправления Будем же так поступать Кто скажет, что христианину Прилично быть человеколюбивым Человеколюбивым к брату Тот пусть знает, что человеколюбив Гневающийся А не тот, кто прежде времени Не сходит к нему И не дает даже почувствовать греха Скажи мне Кто оказывает сострадание Находящемуся в горячке или в безумии Тот ли, кто укладывает его в постель Связывает, удерживает от вредной для него Пищи и питья Или тот, кто позволяет ему напиться вина Оставляет его на воле Дозволяя делать все, что делает здоровое Этот последний Под видом человеколюбия Не растравляет ли болезнь А первый, напротив, не врачует ли ее Так будем рассуждать и здесь Долг человеколюбия требует Не во всем угождать больным И не потворствовать неразумным их желаниям Каринского блудника никто так не любил, как Павел Повелевший предать его сатане И никто так не ненавидел его Как ободрявший его и снисходивший к нему Это и оправдалось впоследствии Последние воспламенили его дух И произвели большее воспаление А Павел унял жар И дотоле не оставил больного Пока не привел в совершенное здравие Те к настоящей болезни Присоединяли новую А Павел изгнал и ту, которая была в нем сначала Этим-то правилом человеколюбия Научимся и мы Когда ты видишь, что конь несется к стремнению То накидываешь на него узду Со всей силой удерживаешь его И часто бьешь И хотя это наказание Однако такое наказание есть мать спасения Так поступай и с согрешающими Свежи согрешившего Пока не умилостивит он Бога И не оставляй несвязанным Чтобы он не был еще более связан гневом Божиим Если я свяжу, то Бог уже не свяжет его Если же я не свяжу То его ожидают неразрешимые узы Если бы мы осуждали себя То не были бы осуждены 1 Коринфянам 11 глава Итак, не почитай такого отношения жестоким и бесчеловечным Напротив, почитай делом крайней снисходительности Превосходного врачевания и великой попечительности Ты скажешь, довольно уже времени терпели они наказание А скажи, сколько? Год, два или три? Но у меня вопрос не о продолжительности времени А об исправлении души Покажи же мне исправление Если они пришли в сокрушение Если переменились, то все сделано А если нет этого, не поможет время Не спрашиваю и о том, часто ли была перевязываема рана Но принесло ли перевязывание какую пользу? Если принесло желаемую пользу И в короткое время, то оставь Если же не принесло никакой пользы То и после десяти лет продолжай перевязывать У врачевания связанного пусть будет сроком к разрешению Если мы так будем заботиться и о самих себе, и о других И не станем смотреть на человеческую славу или бесславие Но имея в мысли будущее мучение и поношение А более всего страх оскорбить Бога Усугубим врачебные средства покаяния То скоро достигнем и совершенного здравия И получим будущее благо Которых и досподобимся все мы Благодатью человека любим Господа нашего Иисуса Христа С которым Отцу и Святому Духу Слава, Держава, Честь ныне и пресна И во веки веков Аминь Божьей юности